I have ways of blowing things up. Это последняя серия или не последняя? Вы это, опять же, уже знаете, вы посмотрели название. А я к этому моменту еще не знаю. Я знаю, что мы сейчас отправляемся, скорее всего, на последнее задание. Запись дневники. Какая, например? Смерть императрицы. Ну, да, у нас есть душа Далилы. Мы за шею выпинали душу нашей бывшей из механического сердца. Вот этого. Вот. Кстати, интерес, как это теперь работает? То есть, если мы возьмем атаке... Ты, Дауда, сюда не приплетай, слышишь? Понятно, что жив, я его отпустил, дура, ты тупая. Ты, между прочим, там химичила с Даудом в прошлый раз. Требуется ключ от каюты. Сколько у себя? А, теперь ты меня рисуешь, да, упырь? Антон Цоколов. Ну, давай поговорим. Ну, говори со мной. Говори же. Ой, вот не надо мне тут морали читать насчет стольких убили. Тысяча Далилы получит по заслугам. Меня смущает это ваше по заслугам. Как я говорил, я знал ее. Израненная душа, острый разум, мечтание о славе и надежде. Удалилы был удивительный талант представлять мир лучше, чем он есть на самом деле. Так может, она лучшая императрица. Удалилы его на благо. Поздно сожалеть. Тщетные мечтания. Неизбежные. Неизбежные. Так я, к примеру, мечтаю получить побольше времени. Берегите себя. Прощай, Антон. Почему прощай? Антон-то как раз останется жив, и с ним все хорошо. Как мне кажется. Ждет вас на палубу. Меган, дай мне ключ, Меган. Нервничай. Даже больше, чем обычно. Новые сведения. Так, разговор с Меган Фостер. Меган Фостер ждет. Ну да, да. Падшая Меган на падшем доме. Так, ну вроде как. Там эти амулетики. Кстати, ладно, давайте что. Раз мы идем на последнее задание, давайте мы с вами посмотрим на амулеты. И потому что, ну. Духовный запас. Моно становится немного быстрее. Вы удержите больше воздуха под водой. На что мы можем вообще поменять? Что у нас есть? У нас уже есть куча всякого. Эти с дебафами идут. Вот, ваша скорость движения снижена. Вы получаете значительно меньше урона. Вы наносите больше урона клинком. Я не хочу с дебафами. Так, давайте сразу без этого. Первую секунду после убийства при притяжении и перенос не расходуют манну. Первую секунду. Ну, такое себе. Когда вы покидаете тело носителя, тот теряет сознание. О, а вот это хорошо. Не придется душить. Это... Ладно, согласен, это полезно. Стремительный подъем. Восстановление после падения немного быстрее. Да, ну, такое себе. Я эти амулеты с начала игры не менял, если чё. Так, алхимия трупных ос. Первый снаряд, летящий в вас, превращается в трупных ос. Это такое тоже. Носить... Носитель может совершать рывок. Куда? Ну, его. Максимум очков манны увеличен. Ух, вот это мне надо. Вот это я возьму. Здоровый аппетит. Пища восстанавливает больше здоровья. Так, вот это поменяем сейчас на что-нибудь хорошее. Понимаю, вот эти амулеты самые прикольные. Доспехи бездны. При уроне большая часть очков вычисляется из манны. Нет, не хочу. Так. Вас гораздо сложнее сбить с ног. Меня, в общем-то, не стараются. По-моему, низкое здоровье сильно увеличивает наносимый урон. Не хочу тоже. Белые волкодавы сражаются на вашей стороне. Максимум очков здоровья увеличен. Давайте вот это возьму. Милость бездны. Иногда сверхъестественные умения не расходуют манны. Это я оставлю, пожалуй. В коробке может оказаться плюс одна пистолетная пуля. Вот это уберем. Мне это явно не надо. Так, вот это было. Белые волкодавы. Да, давайте. В общем, затаримся такими амулетиками хорошими. Так. А это у нас вредный, который. Хрупкие болты. Ваши болты наносят больше урона. Болты всегда ломаются при ударе. Да, мне в принципе на это пуфит. Хорошо. Ну, потому что я всю игру проходил со старыми этими... Со старыми амулетами. Такое. Так же у нас там были руны, кстати. Да. Шесть штук. Шесть штук. У нас тут есть сила. Позволяет бросать предметы дальше. Огромная сила. Ломайте клинком тонкие деревянные двери. Кстати, это вариант. Почему бы нет. Живучесть. Повышает здоровье и живучесть. А это... Восстановление здоровья улучшено. Сюда можно, кстати, четыре закинуть. Реакция. Блок позволяет отражать летящие у вас снаряды. Да ну нафиг. Я блоком-то вообще пользуюсь. Меня раздражает, потому что буквально всегда твое им пользуюсь. Когда я хочу удушить человека, у меня срабатывает блок. Проворство. Прыгайте выше, бегайте дальше. Так, жажда крови. Не, не хочу. Я буду совершать череду убийств в ближнем бою за счет замедления времени. Мне это не надо. Создание амулетов тоже бредятина. Смертельная тень. Не заметившие вас враги после смерти обращаются в прах. Хочу ли я это? Обратите всех поверженных врагов в прах. Улучшенная смерть. Всех поверженных врагов в прах. А это тела поверженных врагов после смерти превращаются в трухных ос. Которые что? Атакуют меня? Ну спасибо, блин. Не. Всех поверженных врагов в прах. А почему бы нет? То есть можно силу, конечно, качнуть. Можно хпшечку качнуть. А сила? Сила, кстати, пять заберет. Давайте я, наверное, вот эту тень возьму. Ну, то есть... Или крыс. Кстати, как вариант крыс. Стая крыс атакует ваших врагов и пожирает тела. И вот, опять же, они превращаются в прах. Ну, практически. А это у нас что? Размер стаи увеличен. Призыв крысиной стаи, которая следует за вами. Не, вот это мне не надо, пожалуй. Вы призывайте две крысиные стаи меньшего размера. Давайте, хорошо. Пофиг на врагов. Давайте крыс. В прошлый раз это было весело. Я не знаю, буду этим пользоваться или нет. Давайте крысы, давайте... Размер стаи увеличен. Да. Чтобы с ними сложнее было бороться. Супер. Давайте таким образом все потратим. И в пять. Я трачу, потому что я все те умения, которые мне нужны были, я уже качнул. Поэтому я уже трачу по такому остаточному... Здесь... Я не знаю, кстати, насколько это тонкая дверь. Требуется ключ от каюты Меганы. Так, хорошо. Тут у нас была докторша. А... Вот и вы. Я хотела с вами поговорить. Отлично. Там окошка нету, да, у тебя в каюту? Надо будет. Давай поговорим. Ключик только мне отдает свой пистолет. Вы это видите? Я поклялась не возвращаться сюда. Не возвращайся. Все, погоди. Ради вас. Да, да, да. Потом поговорим. Погоди. Я жадный, зараза. Я хочу твоим... Я хочу твоим ключом отпереть вот это вот все. Отдай мне амулеты. Я не знаю, зачем они мне. Я уже все расставил, но я хочу их забрать. Ладно. Дневник Меган, которая Фостер. Какое сегодня число? Наверное, неважно. Я не знаю, что случится. Да никто не знает. Но у меня такое чувство, что мы все скоро умрем. Все умирают, как моя милая Дейдре. Корчись в грязи. Но мне кажется, что смерть сейчас близка, как никогда. В воздухе витает странные ощущения. Дует западный ветер. Я вижу мертвую чайку, плавающую в какой-то пене. Билли. Держись подальше от Даунвола. Вот что я вижу в этих знаках. Я могла бы бежать. В конце концов, нашла бы его старого ножа. Они могли бы нанять еще один корабль. Я им не нужна. Нет. Так я могу бежать. Я должна бежать. Разве я видела недостаточной крови? Так почему я все еще здесь? Ну, потому что скрипт, сюжет, сценарий. Ну, не мне тебе рассказывать. Я не знаю твоих мотивов. Вот, еще послушать можно. Никто, кроме него, не узнает, что я спас Эмили от участи живой марионетки в руках Далилы. Никто, кроме чужого, что видит все и измышляет свои темные планы и говорит с одним-двумя людьми из всего поколения. Одно я знаю наверняка. Каждое наше решение изменяет чью-то жизнь. И раньше или позже, путями которых и предугадать-то нельзя, последствия таких решений возвращаются к тебе. Совсем мальчишкой я приехал в Дануэлл с Серконоса. Я убивал за деньги. И я слышал голос чужого. Я убил императрицу, но пощадил ее дочу. Это речь с Дауда, наверное. Это мое решение. И я готов к его последствиям. Да, это Дауд. Я так понимаю, что вот эти вот Билли Ларк и всякое такое, это все связано с DLC. Я уже не помню. Я знаю, что я с DLC и к первой части, и ко второй части. И я даже видел кое-какие картинки, где мы вроде как играем за Меган. И она вроде как главный персонаж одного из DLC. Опять же, я не помню. Ну, не то, что не помню. Не знаю, так первая или ко второй части. Потому что ни в один DLC я не играл. И играть, наверное, не буду. Эта игра не вызывает у меня тех эмоций, чтобы... Ой, я хочу пройти все, что с ней связано. Все DLC. Все, все, все. Все, 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 все. Вот, я думаю, сейчас пойду открою, потом я с ней... Ну, блин, ладно, ребят, извините, если я какой-то монолог пропустил. Я не думал, что будет такая подстава. Ну, блин, уберите подсказку, спасибо. Ладно, черт с ним. Значит, кстати, где у нас крысы? Крысы у нас на ноле. Нулевые крысы, я понял. Мне что, самому теперь, что ли, добираться? Ну, идите нафиг. Да, отправимся в Даунволл. Видел бы меня сейчас старый Самюэль. Ага. Блин, маска это такое палево. Маска это прям реально палево. Чувак, она тебе всю игру портит. Ходил бы ты без маски, было бы тебе жить легче. Ёппарасоте. Все же прекрасно знают, что эта маска принадлежит тебе. То есть, ты же не прикрываешь свое лицо таким образом. Ладно, я сам еду, скорее всего, да? Да. Вот, кстати, затопленные корабли. Раз, два. Там какие-то корабли на рейде стоят. Веди меня в башню. Верни меня в клетку моих ребер. Приведу, непременно приведу. Далила снова станет смертной. Ты позволил матери Эмми быть именем. Да, к черту ее. Твою там мать. У меня не хватило денег на похорь. А вот мой папаш лежит в эммираторском сфере. Держишь. Ты до сих пор не смирилась. Тебя отправили в Дану, как коробка конфет. Ведь больше ты ее не слышишь. Это правда. А мое тело среди потери твоей ведущей. Корнака научила меня тому, что власть удержит только тот, кто омоет кровью путь к престолу. Скоро мышь. Ну так она, между прочим, так и сделала. Слышь, корвятина. Она, между прочим, так и сделала. Она захватила власть силой. И нашлись люди, которые были достаточно преданы, чтобы пойти за ней. Вообще, вот на этом моменте я не понимаю, почему мы должны сопереживать Эмили. Сколько тут еще рун будет? Одна. Ну, кстати, такое себе. Почему мы должны сопереживать Эмили и с чего вдруг Эмили у нас лучшая императрица, чем та же самая Далила. Вот, то есть, ну, я не понимаю, например, мотивации меня. Почему я должен быть на стороне Горова и на стороне Эмили. Ведь... О, да, кстати, это тот же самый пирс, с которого мы валили. Это та же самая карта, только реверсовая. Ну, то есть, в другую сторону. Хорошо. Исходя из той логики, что тут логово Далилы, я буду также руководствоваться той логикой, что здесь абсолютно все солдаты преданы ей. Раз они были преданы ей тогда при перевороте, скорее всего, они будут преданы ей и сейчас. Поэтому, даже если мы вернем себе власть, они вряд ли будут нам служить. Вот в чем прикол. Поэтому я всех убиваю. Вот. Но, в данном случае, мы вообще никак не... ни разу не лучше, чем Далила. Потому что она забрала себе власть. У нее есть права, между прочим, на эту власть. И, будучи уже абсолютно честными, она дочь императора. Так, на секундочку. Да, внебрачная, да, от служанки. Но, она дочь императора. Вот. И она старше Эмили. И, ну, честно говоря, она, как бы, заслуживает престола. Ну, блин. Как ни крути, но это так. Труп. Это те трупы, которые я оставил здесь в прошлый раз? Или здесь появятся новые трупы? Да, да, да. Хлебало завали. И толстянусь в ринг. Колыбельки она тут распивает. Это вино или кровь? Или это кровь и вино? Ладно. Кто в теме, тот в теме. Так. Мне нужно, мне нужно... Я не знаю, зачем мне эта руна. Она мне нафиг не сдалась, потому что... Я сильно рискую, доставляя сюда товар. Требуется ключ. И кто-то сильно рискует, доставляя сюда товар. Хорошо. Так-то прокачать я уже больше ничего не смогу прокачать. Это последняя руна. Ну, возможно... Ой, кстати, газетка. Возможно, еще одна будет во дворце. Но мне уж на это пофиг. Со всего Даунволла приходит сообщение о неких странных событиях. То, что поначалу казалось чьей-то глупой шуткой, теперь приобретает угрожающие масштабы. В наш просвещенный век... Просвещенный век. Народ вновь начал поговорить о колдовстве. Все это происходит в нашей столице и приводит автора этих строк в замешательство. Что творится? Если хотя бы половина этих слухов окажется правдой, а каждое странное событие является плохим предзнавением, то нас ждут ужасные времена. А если правы те, кто считает, что это все проделки ревностных последователей императрицы Далилы, то наше положение и вовсе безнадежно. Учитывая, что ваша императрица Эмили фиговая лохушка, которая не умеет править и которая все, что делает, до сих пор оплакивает свою, блин, мать. Так-то ее... До свидания. Тебе лучше не видеть то, что здесь произойдет. А, у нас тут черный рынок. Взгляните, что у меня есть. У тебя есть черный рынок, и у тебя есть руна, и у тебя есть ключ, и у тебя есть... Да, нули тяжелые времена. Новая императрица, новые люди. Новая императрица, новые люди. Хорошо. Я не знаю, хочу ли я покупать это. Ну ладно, возьму. А, кстати, что у нас есть? Доступны новые улучшения. Найденные вами чертежи открывают улучшения. Разводной ключ. Развести кого-то? Окей. Она меня напрягает, то что шипит здесь у меня по духам. Посмотрим, пара чертежей у меня найдется. У тебя, да-да-да, как обычно у тебя. О-о-о-о, я пропустил, это было... Каждый израбатывает как может, верно? Да-да, пасть. Стоп. О-о-о-о. Бесшумный бег. Вы бегаете тише. Вы производите меньше шума при рывке. В каком нафиг рывке? Так, то, что я бегаю тише, давайте, потому что он топочет, как слон. Хорошо, что мы сговорились. Вот еще как сговорились. Разводной ключ. Клинок наносит урон часовым солдатам. Вот это мне надо! Поцелуй таинства. Клинок наносит больше урона врагами, использующим магию. Да, нет, к черту, у меня... Меня роботы мучают! Клинок наносит вот, 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 вот это мне нужно. Это прям... Вы не пожалеете. Я знаю, я уже не жалею. И что там у нас еще было? А, болт древнего стона. Врагов обращает ведьм в бегство, пёсели в бегство, в детство. Мне это не надо. Мне это не надо. Так, клинок. А ты кто? Оглушающие мины тоже к черту. Все, хорошо. Дай мне... Что у тебя есть? Давай, куплю у тебя ее, потому что у меня все мозги. Так, ключ от арсенала. Младший сын торговца стащил ключ от заброшенного арсенала городской стражи у входа в башню... Да, вход в башню Downwall. Это пропускной пункт, используется как склад двойностное решение. Он может пригодиться? Да, беру, конечно. Еще наберу... А, у меня их 10 из 10. Блин, у меня их вечно не хватает, а сейчас у меня их 10 из 10. Ну, круто. Гренки. Да, я возьму, потому что чертовы механические солдаты, и уверен, что они там будут. Поджигатели... У меня всего практически, по-моему... А, вот есть у нас еще эти разрывные пули. Мне, кстати, ни разу не пользовался. Так, хорошо, давайте остаток денег спустим на чертежи. Улучшите снаряжение. Остаток спустим на чертежи, наверное. Рикошетящие пули не хочу. Что я хочу? Наверное, ну хорошо, при рывке... Давай я тоже это качну. Так, это на меч я качну. А мне больше ничего не надо. Да, мне больше ничего не надо. Бронированные пули... Таня. Все, спасибо. Опс, ребят, секунду. Пишут, пишут, написывают. Популярность не дает... Все осторожны. Спасибо, популярность не дает покоя. Хорошо. Как-то тут деревяшками-то обложилось. А вход в подвал? Это ключевный? Нет, этого входа в подвал. Там я не знаю, что нужно. Какой... Этот? Да, обычный. Требуется обычный ключ. Где его взять, я не знаю. Там может быть что-то интересное. Смотрите ли, не видно. Потому что этих тварей не осталось. Я их всех перебил, мне кажется. Ну, по крайней мере, многих из них. Я этим доволен. Это сектанты, те еще. Твари, говнори. Рады вас видеть. Да, взаимно. Заходите, прошу. Люблю щедрых клиентов. Щедрые клиенты, это да, это... Так, тут все на продажу. Потому что я тут в прошлый раз все поуничтожал, да? Так, ладно. Где... А, вон там еще руны. Там есть, значит, алтарь. Это в башне. И черный амулет. Так, давайте я в пяточку. Кип который аут. Тут вроде ничего такого нету. Вход в башню. Так. У входа в башню. Извини, дружище. Нельзя быть таким раздявой. Дверь заблокирована. Крутяк. Я могу туда вообще попасть. Но это бойлы. Я у них был в прошлый раз. Так, белые волкодавы на моей стороне. Дверь заблокирована. Круто. Привет, дружище. Тут рыбка. Покушай. Вкусненько. Но вовремя этот амулет нашел насчет белых волкодавов. Как висится, ребят? Нормально? Шею не давит? Так, налоги, налоги, налоги. Кстати, налоги, налоги было написано еще, когда Эмили была императрицей. Так что, это, пожалуй... Ой, как же темно, ты, черт побери. Да, сюда можно зайти. До самих ворот. Да, после того боя, между смотрителями и девушками, Далилой. Мы соберем эту штуку? Она заработает? Да, тупица. Потому что ты провел шесть лет в Академии Натур-философии. Эй, дайте, Дэн. Не обижайся на шутки, Дэнни. Мы продадим ее, может получим кучу денег. Не продадите. Соберем эту штуку, ты о чем? Там еще кто-то есть. Кстати, я реально бегать стал тише. Прикольно. Соберем эту штуку. Это ты про что говорил, дружище? Так. Шляпник, 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 шлепник. Я-то наверх схожу без проблем, кстати. Вот, я же говорил, что входы должны быть. Двери заблокированы, это, конечно, да, но входы должны быть. Что тут происходит? Вот, видите? Значит, ну там можно как-то попасть, к даунглским курьерам. Иди сюда, чувак. Поговорим немножечко. Вот, зараза! Блин, добивание мне восстанавливает жизнь, я его не добил, жалко. Ну вот, зараза, да. О, письмецо. Госпожа Фенелла Рейд, вынужден сообщить вам, что ваш особый запрос на денежное содержание отклонен нашим финансовым директорам. Нам очень жаль слышать, что ваши квартиры на бульваре Колдуин в таком плохом состоянии, но нам кажется, что такие вещи, эпитеты, как здание на грани обрушения, грешат чрезмерной эмоциональностью. Сломанную ногу вполне может вылечить, отреснувший потолок починить. В любом случае, вы, как управляющий по импорту, должны понимать, что после смерти нашего любимого основателя и ввиду политического кризиса, будущее компании, мягко говоря, шатко. Пока не будет назначен преемник, все жалования будут оставлены без изменений, исключения в этом вопросе нет. Всего вам хорошего, искренне, ваш Мартин Дженкинс. Так, секунду, ребят. Бухгалтер компании Бойла. Так, это у нас Бойлы, те же самые Бойлы, все то же самое. Блин, я не знаю, как, ну, с другой стороны, в смысле, каких семья осталась жива. Я же убил только одну Леди Бойл, а не всех. Поэтому вполне возможно, что у них все нормально в жизни. Они же богатенькая семья, а не богатенькая одна Леди Бойл, да? Так у нас было. Но здание реально в фиговом состоянии. Вы мне таким образом хотите показать, что Далила плохой правитель? Ну, не знаю. Такое себе. Потому что... Эх, точно. Потому что у нас дофига доказательств того, что Эмили тоже тот еще рукожоп. Поэтому не надо перетягивать мои симпатии таким образом. Таким грубым образом, даже так скажем. Вот, потому что я вряд ли сейчас поменяю как-то свое мнение о Эмили в сторону Эмили. Потому что она мне неприятна. Она не злая, она просто растяпа. Она просто неподходящий правитель. А такие люди не должны стоять у власти. Как по мне. Поэтому как-то нафиг. Так, сюда, значит, даунволский курьер. Минуточку, они на моей стороне или не нападают на меня? Потому что если они на моей стороне, это круто. Но он сейчас не напал на черного песеля. Еще один белый песель. Ну, это, кстати, выгодно. Это хорошо. А, кстати, ребят, раз уж на то пошло. Я говорил, что я сюда должен бы вернуться с магией. И тогда смогу попасть туда наверх. Вот, сейчас это было бы интересно. Давайте я проверю вот этот дом. Потому что он заблокирован. Но у меня такое ощущение, что туда как-то можно проникнуть. Сейчас я тут по мусоркам полазаю немножечко, по бомжую. И станет понятно. Могу ли я, хочу ли я. Вроде как можно. Да, сюда можно зайти. Крутяк. Здесь, наверное, какие-то бомжи сейчас будут, да? Ну, то есть, вряд ли тут прям пусто. Вон даже люди разговаривают. Мне интересно, они мирные или не очень. Так, вот тут заперто. Давайте сразу разблокируем. Хорошо. Значит, в курьера можно зайти. В прошлый раз в курьере мы видели редактора, который писал на нас фиговые заметки. Но потом он такой, типа, я все правду расскажу. Ничего не утаю. Вот, и поэтому мы ему ничего не сделали. В принципе, он выглядел нормальным человеком. Сейчас посмотрим, что происходит. Что-то так люто мусорку топнул. И так, нам наверх. Если сейчас тут же сидит этот же редактор, то, ну, блин, знаете. Так, тут у нас и было закрыто. Там на улицах какие-то эти декоративные крики, плач и стоны, все дела. Так, кто у нас здесь? Тут у нас часто появляются догадки по поводу королевского убийцы. Поначалу мы полагали, что это преступник. Непосредственно исполнитель воли царствующей особы. Но недавние события выявили бесчисленные факты, снимающие все подозрения с императрицей Эмили Колдвин, защитника Корова Тана. Они не причастны к чудовищным убийствам. Более того, они сами оказались жертвами коварного заговора, цель которого запятнать их безупречную репутацию. Теперь все указывает на некого убийцу из Карнаки, который, вероятно, исполнял приказы герцога Луки Абели и Далилы Копперспун. У нее фамилия есть, точно. Клаберленг, блин, Копперспун. Ладно. И все же наши уважаемые издания воздерживаются от окончательного вывода, пока не станут известны все факты. Дорогие читатели, мы будем держать вас в курсе событий. После этого по-хорошему Далилла, как диктатор, должна была нафиг сжечь это здание после таких слов. Так, хорошо. Что-то пишет. Лорд-защитник, привет, вы живы? Да. Почти два месяца прошло. Вера. Гренко у тебя. Давай поговорим. Я уезжал на Сирконос, чтобы убрать сторонников Далилы, тех, кто устроил заговор против Эмили. И как успехи? Здесь у нас все ужасно. Я узнал, как победить Далилу. Я свергну ее и постараюсь помочь дочери вернуть трон. Давно не слышал добрых вестей. Я всей душой с вами. Если что нужно, скажите. Когда сможешь, расскажи людям правду. Если останусь жив, приглашу тебя в башню. Дам тебе интервью. Ну, план, конечно, да, неплохой. Чувак тут сидит с яблочком, гранатой и пистолетом. Неплохо. Я мог сюда, я мог сюда, наверное, через верх попасть. А рельсы до сих пор под напряжением? Нет, нет, рельсы не под напряжением, потому что дорога там упала, да? Дам тебе интервью. Главное такое. Знаете такую фразу, что историю пишет победитель? Вот это, по-моему, то, что здесь сейчас будет. Что любой, кто будет у власти, он будет орать, что все говно, а я Д'Артаньян. Вот то же самое. Далила захватила власть, теперь Корво захватывает власть. Понимаете, здесь можно было бы сказать, что... Вот Далила, незаконно захватила власть. Но ведь она тоже дочь императора, и по-хорошему она имеет такие же права на трон, как и Эмили. Даже, на мой взгляд, чуть побольше этих самых прав. Поэтому я не могу сказать, что вот мы тут такие прям хорошие в сияющей броне. Мы просто в броне. Залезть кусок этого. Да, вот, теперь мы... Не видно, нифигища. Что ты там описываешь? А, кстати. Раз, когда он во мне, я вспоминаю много дней. Руна. Амулет и руны. Нам на тот балкон как-то... На тот балкон как-то... Я не знаю, ребят, что вам будет видно. Мне вообще нифигища не видно. Тут творится какая-то ересь. Последний уровень дофига темный. Знаете что, погодите, минуточку, сейчас. Я прям хорошенько так высветлил, потому что, мне кажется, вам вообще ничего не будет видно. Я тут хожу в потемках. Никакого фонаря у меня нет. И никакого наслаждения, блин, я не получаю от того, что я хожу вот так вот. Поэтому... Блин, а то, что ничего нет, что... А, стой, там есть еще что-то. Так, погоди. Тут записка? Ну, как минимум. Госпожа Фанелла Рейд, вы так и будете дальше жить в развалинах со сломанной ногой из ложной верности своему начальнику? Он мертв. И он был скотиной. Все это знают. Ваш дом хорошо, если три дня еще простоит, а потом рассыплется. Вы в это время могли бы уже плыть в Дрискл на корабле, о котором вам говорил. Я могу позволить... Я могу замолвить словечко перед капитаном. Он довезет вас бесплатно. Корабль отходит сегодня днем. Вам нужно лишь пройти через маленький дворик за редакцией вестника Даунволла и сделать то, о чем я вас просил. Никто ничего не узнает. Вернитесь к своей семье, оставьте Даунволл и забудьте про компанию Бойла. Это ваш последний шанс, друг. Это ведьма. Ну, естественно, эту тварь будут охранять ведьмы, да? Сейф должен быть где-то здесь. Ага. Он здесь. Я чую деньги. Посмотри за картинами. Посмотри за картинами. Ты где? Сейф здесь. Ну-ка. Пятнадцатое. Я родился в Даунволле. Думал, здесь и умру. Но я должен найти новый дом. Мне без разницы, кто правит империей. Вот! Мне без разницы. Последняя запись в дневнике моряка. Эйхорн когда-то, его внучка Леди Эмили, это новая Далила. Да кто угодно. Никто из них не сравнится с Джессаминой. Она и впрямь была особенной. Да блин, она тоже была лохушкой, блин. Боролась с чумой через пень-колоду. Ладно. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ которые я находил тут и там. Моя резьба по китовой кости. Целая коллекция. Но я же не могу взять с собой свою комнату, а? Ладно, я не такой старый, чтобы не построить новый храм. Где бы не бросил якорь, хоть бы и в Тиви. Тайная комната. Это здесь. Вот она, да? Ну, блин, это было слишком очевидно. Это было слишком очевидно. Ну, давай сходим в храм. У нас три руны, получается, да, появилось? Проходи, лорд-защитник. Далила ждала тебя. В последнее время она дурно спит. Душа, что ты носишь с собой, зовет ее и жаждет единения. Однако Далила будет сражаться до конца. Чтобы ты не смог вернуть ее душу на место. Да понятно. В Карнаке ты был осторожен. Посмотрим, какую службу это сослужит тебе в башне. Здесь, где ты встретил Джессамину. Далила захватила власть. Удерживай твою дочь. А теперь у нее появилась некая тайна. Так, ладно. Как по мне... Ой, блин, чувак. Вот это у тебя секретная комнатка-то. Блин, куча всего. Круто. А сейфа у тебя тут нету? Чуваки, сейф искали. Или они искали какое-то хранилище. Или... Шляпник, блин. Так, вот насчет сейфа. Так, давайте... Что там было? Т? Да, Т. Вот это я заберу. Это я заберу. У тебя, дружище, я обыскивать не буду. Тут у нас матюгальник, но он молчит. Хорошо. Мне нужно теперь попасть в арсенал. Тут у нас вроде ничего нету. Я мог бы сейчас, наверное, забраться туда наверх. Мне кажется. Но я бы хотел сначала попасть в арсенал. Сейчас мы давайте вот так вот сделаем. Тут стояла ведьма. Это не очень хорошо. По той простой причине, что внутри их будет еще больше. Так. Ну да, здесь вот по крышам я могу забраться. Обратно в башню. Даже, наверное, вон туда. Сейчас посмотрим. А мне нужно вход в башню. То есть я могу войти через там, а могу через здесь. На самом деле, да, ключ от арсенала я купил, и мне хотелось бы туда попасть по-хорошему, но у меня полно всего. Вот я зайду такой в арсенал. И что? То есть вот рядом есть руна или амулет. Я могу зайти через свою комнату. Я просто не хочу притягивать лишнего внимания. Я могу просто зайти через сокровищницу, и все. Никто мне ничего не сделает. О, прикольно. Ну-ка. Перекройте тайный выход из башни в случае, если кто-то еще знает о личном ходе бывшей императрицы. Если понадобится, работайте всю ночь. Э-э-э-э. Вы что, все заблокировали? Где он? Вон там. Блин, мне просто интересно. Это, скорее всего, последний или предпоследний амулет? Что в нем такого? Акробат. Вы лазите намного быстрее. Акробат. Так, ладно. Что у нас там было? Угасающий свет. Нет, по-моему, загнанный зверь. Низкое здоровье. Вы гораздо сложнее... А, вас гораздо должны сбить с ног. Недостаток воздуха расходует ману и лишь затем здоровье. Дыхание левиафана. Ну, такое. Часть очков из манны... Нет, нет, нет. Я понял. Ручка, уходи, сказать, что тут теперь все заблокировано? Твою за ногу. Привет. А что ты такая лошара? Не слышала, как я вот тут вот залез, вошел? Красопета, блин. Этому городу нужен новый герой. Так, хорошо. Я вас понял. Я тут разобьюсь к чертям. Да, туда мне нельзя. Туда мне нельзя. Поэтому, ладно, лезем обратно вниз. Блин, я думал, я самый умный. Ну, по крайней мере, я нашел записку. Я нашел этот чертов амулет. Поэтому все хорошо. Так, вот тот внутренний дворик, который я спускался в прошлый раз. Собственно, я сюда же и попал. Ну, теперь то, что мне нужно. Кстати, смотрите, тут нету стражи нигде. А, это интересно. Тут нету нигде стражи. Тут только две слепошарские ведьмы стояли. И все. Тут все эти вот солдаты. Не разбейся. Спасибо. А, это белый волкодав. Белый, это нормально. Белый меня не тронут. Так, ежели вам нужен доктор Гальвани, вам надо срочно купить билет до ТВ, потому что он туда и направляется. Он, бедолага, говорит, что боится жить в городе, где любая девочка, напуганная кухарка, может усесться на трон. А в городской страже служит банда шляпников. Это не я говорю, это все его слова. Но для нас, простых людей, видимо, все нормально, ведь мне он билет покупать не стал. Логика, блин. Ладно, если у вас есть еще дела в этом доме, то ключ у меня. Я буду приходить раз в неделю убираться. Но только убираться, чай или еще чего делать не буду. Марго, Мосэкономка. А это случайно не та экономка, которая... А, страшненький. Это не та экономка, которая висит там повешенная. У нее ключ, может быть? Я просто хочу быстренько глянуть, а вдруг это правда. Нет, у нее ключа нету, к сожалению. Так, дом доктора. Значит, в него тоже можно попасть. А? 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 Я думаю... Ой, блин. Позор. Прости, дружище, но ты не белый. Поэтому... Да. Мне придется с тобой так расправиться. Ключ от арсенала. Армори, да. Но я здесь был в прошлый раз. Если это... Отправиться... Отправиться к каналу Колдридж? А, простите, что? А это куда? Это зачем? Так, ладно. Капрал... Блин. Вы, ваши люди, отправляетесь за ворота. Это ваше... Ваше... Для вашего же блага, поверьте. Жизнь приношенного императрицы уже не та, что была раньше. Рамзи вышел из игры, а те из нас кто поддержали, его и Далилу быстро исчезают. Кто-то дезертировал, кто-то, скажем так, оскорбил нашу новую правительницу. Итак, вот ваши приказы. Не ждите ни платы, ни питания. Собирайте все, что можете по окрестностям. Скажите это, что это налог. А если кто нападет, защищайте ворота. Даже если ваш блокпост падет, вы нам дадите время подготовиться к отражению атаки. Капитан Мишел Хайс. Блин, ребят, при таких условиях вы должны были просто все дружно свалить нафиг отсюда. Оп, это я заберу. Я не знаю, зачем мне деньги. Я, по-моему, уже был в последнем Black Market. Так, F5, ребят, давайте я зайду сюда. Я не знаю, что это такое. Канал? Что за канал? Я был здесь в прошлый раз. Я мог сюда пройти в прошлый раз? Я не помню. Смерть императрицы. Так, ладно. Сейчас я могу практически с уверенностью сказать, что это не последняя серия. Скорее всего, наверное, следующая будет. Последняя, но пока что. Мы просто по хронометражу не влезем. Ох, ты ж я просто... По хронометражу мы не влезем в последнюю серию, потому что нам еще в башню идти. Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Что происходит? Что это за локация? Ты вылезть не хочешь, дружище? Спасибо. Зачем я здесь? Я могу каким-то образом тайным пройти сейчас в башню? Нет, тут все завалено. Тогда зачем? Что это за лока? Что происходит? Тут караси, все дела, но... Зачем я сюда плыву? Это какое-то... Что-то... Альтернативный вход. Это что вообще такое? Зачем я здесь? Тут тоже все закрыто. Я вообще без понятия, что происходит. Ладно, просто пойдемте обратно. Я просто буду удирать от карасей. Тут, по идее, вон туда еще что-то можно, но... Я не знаю, что это. Иди цели и указатели у меня тут никаких нет. Ну-ка. Амулет и руна, они все находятся там, внутри, в башне. Может, тут будет мой какой-то способ... В смысле способ отхода? У меня нет способа отхода. Это последнее задание. По идее. Я не знаю, что это за место. Может, в прошлый раз тут было что-то интересное, но... Вообще без понятия. Так, ладно. Это было очень странно. Кто знает, что это за место и зачем оно и как оно? Может, я что-то где-то упускаю, пропускаю? Так что, ребят... Ха-ха-ха-ха. Повешенные стражники. Весело, весело. Вас я-то, кстати, и не приметил. Ну, вот видите, то, что я тогда убивал людей, оказалось не самым плохим, потому что их все равно всех поубивали. Ха-ха-ха. Повешенные стражники, офигеть. Тут все перебитые. Ну, короче, ладно, я иду через парадную дверь прям с ноги. Мне пофиг, что тут сейчас будет происходить. Так, я тогда понимаю, что внутри стражников так как раз и не будет. Внутри будут ведьмы, внутри будут роботы, внутри будет еще какое-то говно. Но стражников не будет. Пропускной пункт городской стража. Вот тут еще качельки висят. Так, брат Фитц, я отправляю тебя в поход к этому сердцу зла и в некогда славную башню даунвола. Знаешь, что долила, погрязла в ереси и вероломстве? Будь насторожи, иди на штурм башни и защищай верховного смотрителя Хулана, даже ценой собственной жизни, ибо его долг вернуть нас на путь истинный. И вот еще, уже давно ходят слухи о защитнике короны. Если ты одержишь победу и сможешь попасть один в его покой, то найди там признаки богохульства. Сообщи лично мне, моя жизнь посвящена Аббатству и ордену оракула. Подойди-ка. Подошел. Что ты хочешь? Я видел, как погиб верховный смотритель. Все пропало. Круто! Проходите отсюда. Аббатство осадило башню. Мы потерпели поражение. Классно! Долилы были не только колдуны и могильные псы, но и механические люди. Автоматические солдаты. Древняя музыка на них не действует. Я хочу, чтобы ты знал. Я свергну Долилу. Зачем ты ему это говоришь, а не против тебя все. Умирая, я чую, как смердит от тебя бездной. О, видишь? Еретик против еретика. Забавно. Мир обречен. Давай я тебе помогу, чувак. А то тебе смердит. Ты тут бедный. Это... Тело-труп. Тело-труп. Зачем ты ему начал? Я свергну, я помогу. Блин, ты посмотри, тут какая бойня была. А-а-а. Тут у нас бесплатные гранаты? Ну, то есть я это расцениваю как бесплатные гранаты. Почему нет? Две таких штуки взрывают робота. Причем роботы довольно медлительные. Ну, они резкие в прыжках, но они довольно медлительные в плане... Так, ладно. В плане того, что пока они развернутся, пока они подумают в этом смысле. Ну, смотрите, какая здесь бойня была. Аббатство. Аббатство. Музыка на них не действует, блин. Ну да, вас грохнули эти механические солдаты. О, там корешки. Прикольно. А как мне туда войти-то? Блин, погодите, башня давно 115 метров. Как мне туда попасть? Это, конечно, круто, что я сюда пришел. Я очень рад и доволен, я даже счастлив, но... А, кстати, тут записка есть. Уивер. Так вот, приятель, мы ночью все обсудили, и мы с Джилей уезжаем из Даунвола. Ты мне знаешь, я городской стражник до мозга костей. Никогда в жизни не собирался дезертировать, но другого пути нет. Оставаться в башне с Далилой и ее прихвостями это безумие. Я на этой неделе кое-что видел. Я вообще не верил, что такое возможно, но когда Мортимер Рамзи объявил об измене императрицы Эмили, а лорд Корва Аттанна начал убивать аристократов... Я начал убивать аристократов. Я поверил. Теперь ясно, что я был наивным. Мы влипли. Теперь все в 10 раз хуже, чем когда-либо. Мы с Джилей съезжаем в Пулвик, и у ее сестры там ферма, так что удачи тебе и прощай. Если когда-нибудь окажешься в тех местах, то с меня выпивка. Помни наш девиз «Не высовывайся». Фетерсон. Так, а, гейт контрол. Я понял, для чего мне это надо было. Это не бесплатные гранаты, это гейт контрол. Есть, ворота открываются. Супер. Сейчас я пойду тебе растения быстренько повз... Блин, почему вы у меня тут как живые висите, твари? Минус два. Минус три. Отлично. Так, нас подготовили к тому, что там будут механические солдаты. А, вот тут уже личные ведьмы, короче, воевали, да? Я так смотрю, все окаменевшее такое. Давайте сохранимся и ломанем. Если тут сейчас прямо на входе будут миксы... Работы Далилы. Ну да, да. Я прицелиться хотел. Да, блин, не дайте мне прицелиться, черт побери. Псина! Да, я про череп забыл. Череп... Э-э-э-э! Ты же не могла меня... Могла что ли? С контрольной точки? Я тебя понял. Все, я к вам не подхожу. Это была на самом деле ошибка. Я думал, что я сейчас издалека выделю все точки. Ну, блин, получилось очень глупо на самом деле. Сейчас их тогда снайпером постреляю. Тут вон два пса. Я вон вижу черепа. Четыре, девчонки, четыре, девчонки, шарики, шарик, шарики, 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 шарики. Что? Что это вы? Ищешь смерть? Там кто-то там. Что там ты? Самый крест твоя. Не дам ему сбежать. У тебя что есть? Добивание Есть, добивание Нормально, справились Пули я еще достану По крайней мере пули это громкий способ Череп, череп, череп есть А второй череп, вот он Нормально, успели Сколько банок выжрал? Не знаю Блин, запесили, не дают добивание Жалко Так, пули, я потратил пули Надо бы их подобрать, потратил хилки Я могу это все вернуться Забрать, но, блин, нет Наверное я пойду просто дальше, сейчас я вот этих Крысок нажрусь И мне будет нормально Дедьма, труп Ну, короче, да Их оказалось просто больше, чем я думал Ой, еще один песель Нафиг Руна или амулет Амулет у нас здесь, здесь А руна там Так, опять Минус три Да успокойся ты Встретимся в бездне Встретимся, давай, иди сюда, я тебя лично туда отправлю Да-да-да, фигогти Что за цыганские фокусы, блин Все, нормально Вот тут вот двумя болтами разобрались Красиво получилось Так я хотел и там по-человечески Но по-человечески вы не хотите Ригновской отроди Так А тут у нас О, душечка, какая прелесть Ты, наконец, научилась поднимать могильных псов? Да На этом твое обучение не закончено Какая прелесть А почему Звук шел из нижней части Ай, блин, я думал тут записка будет Ладно Так Там у нас это было, да? Где-то там амулет Где-то Здесь амулет О, иначе там можно как-то еще пройти Там пёсели Ну-ка Картины надо забрать бы, кстати Я сейчас похожу, перебью все это Мне толку-то Лопни Все, успокоились Так я заберу, спасибо Ой, болты тоже очень вовремя Спасибо, ребят Прям хорошо Знаете, что я думаю? Давайте мы, наверное, е Тогда на вот этом моменте остановимся Потому что эти внешние дворы Можно защищать еще долго, я так полагаю Тут будет куда сходить И туда, и сюда Ну-ка, туда наверх Я никак не могу портнуться Ну чё ж не могу? Могу А тут что-то есть? Я вообще не зря сюда А ты там одна? Не подскажешь? Вряд ли В последнее время Паренхуена корабли не ходят Ну, не важно Может, он брал шаги Блин Давайте, наверное Вот сюда Отойди, да Отойди к ней Хочу вас с одним выстрелом убить Блин, я не вижу тут нифигища О, отлично До свидания Так, а где у нас там была руна, вы говорите? А, прямо здесь Отлично Обобрать О, шлюз Лиса, тебе нравится это назначение? Мне все страшно надоело Я говорю, давайте откроем шлюз И у нас будет особенный имперский флот Я готова быть первым капитаном Далилы Раника Ты всегда была другой Мы должны Мы должны так закрыть шлюз Чтобы ни один корабль не прошел Это приказ Далилы У нее достаточно дел Не хватало еще беспокоиться Что сюда кто-нибудь проберется Главная задача Охрана башни Далила Сама вчера сказала А ты слышала бы это Если бы не таскалась Не таскалась Неизвестно где Да я видела Как ты Да, я видела Как ты смылась Лиса Я слышал ее обращение Белинда Дала послушать Когда я пришла Если бы мы поддержали Шлюз в рабочем состоянии Я бы не заблокировал Всем этим старым хлам Но То Никто бы К башне Не подкрался Я все равно не понимаю Почему нам не Иметь собственный флот И не Сделать меня капитаном Блин Капитаном ее сделать Шлюз Информация Видите Я сюда уже Не зря наведался Я амулетик забрал И пульки Кстати Тоже Будут Придутся Ко двору Шлюз Наски чьи Кто-то тут спал Серьезно Ладно Ребят Все Серьезно Давайте Вот На этой информации Мы И как раз Закончим Нашу серию Дальше Мы будем Возвращаться Идти Как-то Что-то Где-то Я не знаю Как мы Кстати Выберемся Без понятия А может быть По трубе Ну-ка Если я пойду По этой трубе Да Меня это Выведет Как раз В ту сторону Куда мне надо Поэтому Ну-ка Пока что Обратно Давайте на этом Моменте Вот Пяточку Нажмем Сохранимся На этом Все В следующий раз Мы уже пойдем Именно К самой Далиле Пойдем ее Наверное Скорее всего Убивать Все дела Резать Потрошить Ведьмочки У нее такие себе Хиленькие Слабенькие Дурочки Вообще Я не знаю С чем она их держит Здесь Все Ребят Спасибо Что были с нами Всем удачи Добра Бобра Все молодежи Всем покеда Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok